Честно, я вот тут подумала, вдруг камера выключена. Да. Теперь давайте поговорим немного про стеснение и про зажатость. Как от неё избавиться? Во-первых, за несколько дней и, в принципе, непосредственно перед встречей с ребятами покричите, поговорите скороговорок, попойте, попрыгайте, выплесните свои гормоны стресса каким-то физическим путём. То есть это либо крик, либо скороговорки, либо реально просто попрыгайте, если есть возможность гулять побольше на свежем воздухе. Вот. И такой маленький момент. Ребят, ну вот самое худшее, что вы можете сделать, это стесняться а-ля что обо мне подумают. Успокойтесь, о вас никто ничто не подумает, о вас забудут послезавтра. Вот правда. Но если вы не будете стесняться, вы можете забрать куш, поэтому здесь просто каждому человеку нужно решить и лично для себя. То есть либо он готов отодвинуть вот эту навязанную идею стеснения, то есть это не ваша идея стеснения, её вам просто кто-то навязал. И вы готовы быть активными в том плане, что предлагать свои идеи, защищать свою точку зрения. Про точку зрения мы чуть-чуть позже поговорим, да. То тогда да, пожалуйста, делайте это, у вас всё получится. И стеснение, страх, это правда только то, что вот есть в вашей голове, и оно всё завязано лишь на том, что я такой классный, меня все видят, меня все замечают, на меня смотрят, ох, меня оценивают, только меня оценивают. Ребят, всем плевать на вас, правда. Как бы это грубо не звучало, но лучше понять это и делать всё, что от тебя зависит, чем барахтаться в этой стеснительности, в этом страхе, ничего не сделать, а потом винить то, что меня недооценили. Ребят, давайте будем оптимистичными реалистами. Теперь парочка ошибок, которые я наблюдала и которые сразу можно исправить. Вот если вы уже играете роль лидера, то у вас три пути. Первый путь, вы станете тираном, это очень плохо, потому что люди очень не любят тиранов. Второй путь, вы станете нюней, которая ничего на самом деле не делает, и, собственно, это ещё хуже, потому что вы даже проектом не сможете управлять. И третий путь, это действовать по принципу равенства и по принципу не слишком туго, не слишком свободно, как, собственно, трусы. То есть, они не должны перетягивать, но в то же время они не должны спадать. Вот точно так же вы должны общаться с вашей командой. То есть вы должны выстраивать некие рамки, к примеру, вот ты занимаешься презентацией, но тем не менее вы не должны слишком на них наседать. Вы просто должны создать для них вот эти рамки и условия, в которых они смогут реализовать свои таланты. Это и есть роль лидера. То есть создать условия, создать мелкие правила, очень гибкие правила и среду в том плане, что если вот вы говорите, делай презентацию, то значит вы должны выдать им компьютеры. Если ты говоришь, рисуй плакат, то вы должны... Вот тебе фломастеры, ручки, ребят, все давайте свои ручки. Вот тут человек плакат будет рисовать сейчас. Кто хочет, пожалуйста, помогите. Вот, то есть вы должны создать для них своеобразные условия. Вот. И при этом достаточно дружелюбную атмосферу. Вам не обязательно быть лучшими друзьями, вам просто достаточно находиться в таком нейтральном, чуть-чуть положительном состоянии, чтобы никто не негативил и не разлагал этим самым работу. Самое главное, чтобы это просто не влияло на проект, не влияло на работу. Вот. Это первая такая маленькая ошибка. То есть уходите с крайности к крайности. Пожалуйста, соблюдайте золотую середину. Еще раз повторю то, что, пожалуйста, стройте диалог. Диалог — это когда говорят несколько человек. Поэтому вы должны говорить, и в то же время вы должны слышать и слушать. И только тогда у вас получится качественный диалог. Из таких, ну, жизненных лайфхаков, то можете, ну, во-первых, внимательно слушать, то есть смотреть на человека говорящего, пресекать то, чтобы этого говорящего перебивали, и в то же время давать понять, когда человек уже, ну, поддостал немного. То есть если человек говорит уже, там, три минуты, и говорит какой-то бред откровенный, то вам нужно его аккуратненько так красивенько заткнуть такой а-ля фразой. «Окей, я тебя поняла, так, то есть ты говоришь вот это, вот это, записали так, там, Дима, Дима, теперь ты давай, что ты думаешь? Что ты об этом думаешь?» Вы должны постоянно спрашивать, что ты об этом думаешь, чтобы как бы начинать этот диалог, показывать то, что вы не со злом, то, что вы ради общего дела. Вот так вот. И так, следующий такой момент — это человеческий фактор. Не забывайте, все мы люди, поэтому улыбка, ровная спина, плечи назад, спину ровно, голову вот так, как в этих мультиках про диснеевских принцесс. Вот. Вы все это должны сделать. Это сложно, я вас понимаю. Но так вы будете чувствовать себя более уверенно, более комфортно. Желательно потренироваться дома, то есть потренироваться, во-первых, в приветствии, во-вторых, там, как вы начинаете фразу высказывания составить для себя некоторые скрипты, которые подходят вам, то есть как бы вы могли сказать, а не кто-то там с ютуба, опять-таки же. Всегда нужно вот слушать и спрашивать себя, а вот это я могу применить, как бы используя свою натуру, свою личность? Вот как моя личность может обыграть эти принципы? Я ведь вам рассказываю по факту просто принципы. Все остальное вы должны сами для себя решить, сами для себя продумать. Тогда это будет классно, здорово и оригинально. Еще такой маленький момент. Постоянно вот принимайте решение. То есть пока остальные думают, вы должны уже принять решение. То есть, грубо говоря, все не знают, что делать, а вы должны встать и начать говорить то, что окей, ребят, так, внимание, вы должны привлекать внимание, потому что как бы классно вы не сказали, но если вы перед этим не привлекли внимание, то, что вы сказали, полнейшая чушь. Поэтому вначале вы привлекаете к себе внимание. И, кстати, тот момент с конфликтами, с вот этим вот необычным поведением, то есть что-то выкрикнуть, это экстренный случай. То есть это можно использовать по факту только один раз, прям в экстренной ситуации. Если есть возможность вырулить более обычным путем, выруливайте обычным путем. Принимайте решение, пожалуйста. То есть, да, лилист, да, записываем, обсуждаем. Потому что идеи и компромисс, он приходит во время диалога, поэтому вам нужно постоянно инициировать этот диалог, постоянно поддерживать его, постоянно организовывать этот диалог не только между собой и конкретным человеком, а между группой в целом, то есть как бы их соединить вместе. Вот так вот. Ну и, конечно же, самое плохое, это прийти туда, знаете, с таким грустным выражением лица, такой а-ля умирающий лебедь, и весь такой несчастный, и весь такой... Вот вам бы хотелось бы, к примеру, слушать человека, который не может ничего сказать, который только негативит. Мне кажется, вам бы с таким человеком не понравилось. Окружающим точно так же не нравится, если вы негативите. Поэтому буквально на два дня, буквально на два дня заткните в себе этого токсика. Я понимаю, это сложно, это очень сложно, но это надо. Вот надо. Сеня, надо. Вот. Собственно, это были основные моменты, которые я вам хотела рассказать про полуфинал. Если будут какие-то вопросы, обязательно пишите. В следующие разы я планирую снять еще видео на, возможно, не прям, про полуфинал, но, в принципе, про работу в команде и про коммуникации. Возможно, сниму отдельное видео про конфликты, поэтому пишите в комментариях, если вы хотите увидеть эти видео, да, чтоб они вышли. Ладно, всем пока, я вас всех очень люблю, вы у меня просто лапочки, да, да, лапочки. Всем удачи, всем пока, с вами была Настя.